Желчекаменная болезнь это, судясь по названию, появление камней в желчном пузыре, в системе желчных протоков. Наша печень вырабатывает желчь, она дальше распускается в желчный пузырь, который является резервуаром этой желчи. И дальше при поступлении пищи в желудок 12-перстной кишку, желчный пузырь сокращается, желчь выделяется и помогает расщеплять, переваривать пищу. По разным причинам. При нарушении оттока из желчного пузыря, в желчном пузыре выпадает осадок. Этот осадок склеивается между собой и образуются камни. При этом два механизма, опасные для пациента, могут быть. Это когда желчный пузырь сокращается, камень как пробка встает в устье желчного пузыря и не разрешает желчи выйти из желчного пузыря. При этом желчный пузырь увеличивается в размерах, стенка его отекает и происходит острое воспаление, острый холецистит. Либо путем сокращения желчного пузыря камешек проталкивается в желчный проток, он попадает в систему желчных протоков и закупоривает выход из желчных протоков в 12-перстную кишку. При этом развивается желтуха, при этом развивается панкреатит. Это воспаление поджелудочной железы, когда поджелудочная железа начинает переваривать сама себя и это крайне негативное осложнение желчекаменной болезни, которое может приводить к инвалидизации, которое может приводить даже к смерти пациента, если не вовремя оказать хирургическую помощь. Поэтому, беря во внимание, оперировать или не оперировать желчекаменной болезнь, конечно, если есть, нет симптомов, если вы просто пациент пошел, сделал ультразвук, обнаружил там камни, он обязательно должен сходить к гастроэнтерологу, он обязательно должен сходить к абдоминальному хирургу, поскольку человек может не замечать симптомов, которые на самом деле у него есть. У него может быть изжога, у него может быть боли в плече, у него может быть боли в пояснице, у него может быть даже боли в горле, и все это может являться следствием камня носительства, которое обязательно требует хирургического лечения. Большие камни, они могут лежать на стенке желчного пузыря, и под своим давлением могут образовываться пролежни между желчным пузырем и толстой кишкой, между желчным пузырем и 12-перстной кишкой, эти камни могут мигрировать, образуется внутренний свищ, эти камни могут вызывать кишечную непроходимость. Одним словом, кажущееся бессимптомное течение желчекаменной болезни может приводить при длительном ее характере к очень серьезным последствиям. Мелкие камни, как я уже сказал, могут проскакивать в общий желчный проток и вызывать бильярдный панкреатит, то есть воспаление поджелудочной железы, как следствие миграции камней и закупорки общего желчного протока и панкреатического протока. Эти ситуации угрожают жизни. Если они происходят где-то на отдыхе или в какой-то стране без возможности хирургической инвазии в ближайшие 6-12 часов, могут приводить к крайне негативным, возможно, смертельным последствиям. При рутинном скрининге, если выявляются камни в желчном пузыре, это не повод для ежесекундного посещения хирурга, это не повод бежать и экстренно оперироваться, это не инфаркт, это не кровотечение изоорты. Необходимо обследование, необходимо анализ, присутствуют ли какие-то симптомы на самом деле, присутствует ли какой-то дискомфорт, влияет ли наличие камней на качество жизни, и тогда принимать решение о необходимости, скорости оперативного лечения. При наличии болевого синдрома, при наличии желтухи, при наличии повышения воспалительных маркеров, операция является облигатной, то есть обязательной. Единственное, если болевой синдром длится более 5 дней, если температура у пациента более 5 дней, он не обращался в больницу, он приходит, мы находим острый холецистит, который уже весь замурован воспалением, он в инфильтрате. В этом случае оперативное лечение может навредить, поскольку оно технически сложно, и такие пациенты тоже часто доставляются к нам в стационар с повреждением желчных протоков, с повреждением кровеносной системы печени, и очень длительная хирургическая реабилитация в данных случаях ждет таких пациентов. Поэтому в этих ситуациях мы прибегаем к консервативной терапии и в отсроченном периоде через 1-2 месяца оперируем с максимально комфортным выходом, с результатами для данной группы пациентов. Что касается операции, операцию при желчокаменной болезни в плановом и экстренном порядке в нашей клинике возможно делать лапароскопические, роботические, через 2 прокола, через 3 прокола, через 1, но большой прокол. Если мы можем убирать желчный пузырь через естественные отверстия, то есть через прямую кишку и влагалище, тогда ничего на брюшной полости не остается, кроме 3-5-миллиметровых разрезов. Обычно госпитализация пациентов не длится более суток, то есть они приходят утром, делаются им операции, они выписываются в тот же день, либо на следующий день. Качество жизни таких пациентов не страдает, они возвращаются к полноценной физической активности максимум через 3 дня, но через 2 часа они встают, через 3 часа они употребляют пищу. Болевой синдром устраняется таблетками. Операция при наличии камня в желчном пузыре обычно сопровождается удалением всего желчного пузыря. Во-первых, это делается потому, что камни, раз уже они стали образовываться, их можно удалить эндоскопически, их можно удалить через разрез в желчном пузыре, дальше его зашить, но функционировать такой желчный пузырь не будет. В нем дальше будут опять накапливаться камни, процедура дробления камней в желчном пузыре крайне опасна, потому что дальше они мигрируют в общий желчный проток и могут вызвать панкреатит и панкреонекроз. Поэтому, единственным пациентам в пожилом возрасте при наличии холидохолитиаза, то есть при наличии камней в желчных протоках и с большим пузырным протоком, то есть когда камни беспрепятственно мигрируют из желчного пузыря в желчный проток, достаточным будет являться процедура эндоскопического рассечения попилы, то есть достаточным будет являться операция рассечения соединения желчного протока и 12-перстной кишки. И тогда камни самостоятельно беспрепятственно будут мигрировать из желчного пузыря в 12-перстную кишку, не вызывая воспаления ни желчных путей, ни желчного пузыря.